В зоне АТО новое противостояние. Боевики практически полностью сосредоточились на Луганском направлении. Бьют из запрещенных орудий под обстрелами Троицкое, Лозовое, Станица Луганская, Зайцево. С начала суток 7 атак. Из них на Донецком направлении только одна под Красногоровкой. Ирина Баглай продолжит. Еще недавно под Донецком в песках рвались снаряды боевиков. Теперь стало тише. Нас кривили и 120-ми минами, и 120-я САУ работала. Буквально за день до того, как споскудилась погода. Артиллерию на передовой сменили снайперские группы боевиков. На днях от пуль профессиональных стрелков погибли двое наших бойцов. Еще двоих ранили. Это очень высококвалифицированные специалисты, потому что ложат пуля в пулю крупнокалибренные винтовки у них. То есть точно не из того запаса советского. Они работают парами, тройками. То есть не дают голову поднять даже. Снайперские группы противника мобильные. Отрабатывают участок и перемещаются по линии фронта дальше. Недавно их присутствие ощутили бойцы в песках. Заехала пара снайперов. Один работал с одной стороны, второй с другой. То есть я же говорю, до этого таких снайперов тут не было. Прощупывают позиции военных и вражеские штурмовики. На месте не сидят. Бывают и вылазки, вылазят, поближе подходят. Не даем молочный раз высовывать с окопи. Не пускай сидят на месте. Если на Луганском направлении бояки ведут огонь из минометов, то на Донецком используют меньший калибр. Но стреляют прицельно. Максим от разрыва гранаты спас его проверенный пулемет. Щитом закрыл от осколков. Выстрел из РПГ почти залетел в бойницу. РПГ-шный прилет посекло прицельную планку. Куча земли в лицо. Ну, целый, живый, неушкодженный. Да, много тут кого так спасали именно пулеметы. Ну, дуже много кого. Вот СПГ, а именно пулеметы. Зброя выручает тех, кто за ней двигается. Не прекращают боевики провокационный огонь и в населенных пунктах. Из-за обстрела в районе села Золотого жители соседней Екатериновки девятые сутки без света. Они не дотримывались режиму тиши. Отбывся выход из Птура, там, из Терикона. Мы прибегли сюда, дивимся тут, шишарик стоит разбитый. А пока ремонтная бригада ждет возможности проехать к месту порыва электросетей. В совместном центре по контролю за огнем от российской стороны и боевиков слышат отказ гарантировать тишину на этом участке. На гарантии украинской стороны не стрелять, отвечают молчанием. Ирина Баглая, подробности, телеканал Интер.